Дети вернутся в школы. С 24 января занятия вновь будут проходить в традиционном формате. Но в связи с распространением коронавируса без ограничений не обойдется. Все будет зависеть от заполняемости учебных заведений. Людмила Батюшкина расскажет подробнее. Отец двоих детей и общественник Сергей Федоренко ждет не дождется, когда его дети вернутся в школу. Если младшим родители с трудом напомогают усвоить программу, то старшим уже нет. Только благодаря репетиторам и онлайн все еще держится все это. Но я думаю, это ненормально, потому что деньги кончаются, репетиторы на всех не хватает. Это будут дети. Даже если он гением вырастет в отдельной семье, придется жить с теми, кто далеко не гений. К радости родителей дети возвращаются в школу с 24 января, но без ограничений не обойдется. Так, малокомплектным учебным заведением до 600 человек можно работать в традиционном формате. Если в школе больше мест, то при условии 50-процентной заполняемости. Разрешили занятия вне школы, но только индивидуальные или в группах до 15 человек. А студентам лекции предстоят в режиме онлайн, а лабораторные и практические занятия в аудиториях. Если школа рассчитана на 1200 мест, то в первой смене 600 детей, во второй смене 600 детей. Какие классы в какую смену будут учиться на усмотрение школ. Разрешено также делать дополнительные смены. Некоторые предметы будут проходить онлайн, чтобы все дети смогли учиться в традиционном формате. Однако, если родители сами не хотят пускать детей в школу, то педагогам рекомендуют собирать таких детей с параллельных классов и учить онлайн. Студенты до 24 января еще на каникулах.